Доброе утро! Театр Юного Зрителя в Евпатории в этом году готовит несколько премьер. И мы о них поговорим с режиссером театра Сергеем Новиковым. Сергей, доброе утро! Здравствуйте, доброе утро! Ну, а первая премьера, она такая замечательная, даже, я насколько знаю, там собака будет задействована. Расскажите, пожалуйста, немного. Это абсолютно интересный материал. Это Мюнхгаузен, да, инсценировка Андрея Пермякова. Режиссеры Анастасия и Андрей Пермяков. Вот. Заняты в спектакле «Трое в лодке, не считая собаки», грубо говоря. Заняты сам Андрей Олегович Пермяков, он играет Мюнхгаузена, я. Я играю слугу, русского слугу Мюнхгаузена Ивана. Также занят Роман Рыжов, который будет сюрприз, кого он играет, вы приходите, все увидите, да. А также занята собака такса, да, Нермала Бакарат, которая играет сама себя. Да, играет собаку, охотничью собаку Мюнхгаузена. Ну, органично, все замечательно. А сейчас эта собака, вы где ее нашли, чтобы вовлечь в спектакль? Это собака Андрея Олеговича, да. Изначально, как бы, Андрей Олегович такой человек, который вынашивает свои планы долго, то есть готовится. И собака приобреталась как член семьи. Но, так как мы люди театральные, мы постоянно находимся в театре, собака тоже приходит в театр постоянно, она уже знает, куда идти. Она знает всех, всем радуется, всем ласкается. И сейчас, когда уже идут репетиции, она находится в зале, она уже практически знает спектакль, потому что она знает, когда ее выход, и уже бежит за кулисами. Такой вопрос. Легко с собакой работать? Она понимает сразу, где ей надо выходить, что делать на сцене? Знаете, есть такая поговорка, но она, во-первых, не прям дрессированная собака, прям как цирковая, да, она все равно такая своеобразная животность со своим характером все равно, со своими какими-то эмоциями. Чего-то она боится, чему-то она радуется. И есть такая поговорка у артистов, никогда невозможно переиграть животных и детей, потому что это самые искренние существа. И когда появляется собака, партнировать с ней на самом деле одно удовольствие, потому что, ну вот она, живой организм, который по-настоящему, ничего не играя, искренне радуется. И, конечно же, ты вместе с ней работаешь, то есть прям искренне, по-настоящему. Ну, я не говорю, что мы это. Ну, а премьера планировалась, конечно, на 27 число, но так как отменены массовые мероприятия, когда покажете спектакль? Как только, так сразу, как только дадут отмашку, что можно массовые мероприятия, мы сразу же покажем спектакль. Ну, наметим, естественно, предупредим зрителя, сделаем какое-то, я не знаю, объявление и сразу же покажем. Не знаю, как только вот. Сергей, вы актер или режиссер? А какая работа сложнее и, может быть, интереснее? Ой, сложнее не всегда интереснее, но и интереснее не всегда сложнее. Вот так я скажу, потому что я и артист, да, театродрамы и режиссер. Мне, как артисту, наверное, режиссером быть сложнее, потому что, почему объясню? Потому что я все, во всех спектаклях, которые я ставил, я участвую сам. И вот это вот, когда ты находишься и снутри, и снаружи материала, это сложно. Когда ты артист, естественно, идет работа над ролью, естественно, режиссер тебе дает какие-то задачи, вы вместе что-то обсуждаете. А когда ты и режиссер, и артист одновременно, то есть находишься и снутри, и снаружи материала, и ты сам с собой-то как бы ничего особенно не обсунешь, да. Хочется все равно взгляд со стороны. Иногда я даже прибегаю к тому, что я зову других режиссеров, чтобы посмотрели, помогли в моментах, когда я нахожусь на сцене, и в целом высказали свое мнение. Как бы вот. Ну, а вы какие спектакли ставите в этом году? Как он будет называться? Что это будет за спектакль? В этом году уже прошла читка «Зверушкины истории» Дон Нигра. У нас была такая, у нас еще есть в формате читки проходит, знакомство с материалом. То есть мы знакомим зрителя с материалом. Впереди, помимо Мюнхгаузена, я не только про свои, можно скажу. Впереди, помимо Мюнхгаузена, «Азори здесь тихий» в постановке Нины Пермяковой. Вот. И я буду ставить «Брать с лиц, брать с кролик». «Брать с лиц, брать с кролик шоу», если быть точнее. Это будет не совсем классическая постановка по Джоэлю Харрису. Я пишу сейчас инсценировку. И уже идут потихонечку репетиции. Шли, пока сейчас переключились, полноценно на Мюнхгаузена. Мюнхгаузена выпустим. И переключимся обратно на кролика с лисом. Это не совсем классическая постановка. Это как съемки шоу. Вроде как съемки «Найт-лайт-шоу». Только в животном мире. То есть животные находятся в костюмах, но при этом являются животными. Если говорить еще, помимо… Извините, просто у меня сейчас Мюнхгаузен. Прям на устах все время. И сказать, что вот он будет скоро-скоро. Да, и у нас в нашем театре дебютирует Ольга Долгова, главный наш художник театра, да, и композитор Павел Гавронов Мюнхгаузена. Вот, я не знаю. В принципе, вы, да, в этих постановках что-то объединяете такое интересное, живое, животное, живая музыка. А что еще вы предлагаете как режиссер? Естественно, мы предлагаем интерактивы в любом случае. То есть общение со зрителем, то есть разрушение четвертой стены. То есть для артиста, у артистов есть четвертая стена, которая, невидимая четвертая стена, которая отделяет зрителя от артистов, находящихся на сцене. В какие-то моменты в спектаклях мы рушим эту стену для того, чтобы зритель почувствовал себя полноценным участником сказки, полноценным участником съемок шоу «В братцы Лисы и братцы кролики». То есть будут интерактивы, прям прямое общение. Там, как вы знаете, в шоу бывает, в американских, там аплодисменты, там прям яркие общения. То есть, ну, вот так. Ну, я надеюсь, что мы не только мы и в «Патарийце» и «Крымчане» увидим ваши спектакли, но и после такого мирового, когда пройдет известная эпидемия, ну, нормально все будет и все будет отлично. Да, на самом деле, и сейчас все нормально. Мы не паникуем, мы работаем в штатном режиме, у нас все замечательно. Моем руки просто и все. Чаще мы их чаще. Просто и до этого надо было чаще мыть руки. Сергей, будьте здоровы. Спасибо, и вам всего хорошего. В студию, коллеги, я передаю вам слово. А часто ли вы ходите в театр?